Добрый день! Вновь с вами подкаст Интернетура, вновь с вами Андрей Бархатов и Марк Сандомирский. Сегодня у нас тема, на мой взгляд, избитая, истоптанная, съеденная, пережеванная, выплюнутое о клиповом мышлении. Но Марк Евгеньевич утверждает, что он сейчас что-то такое вот расскажет, что-то настолько ее препарирует, наверное, какие-то нюансы, которые вот-вот уже и я не говорил, еще 5 миллионов человек об этом говорили, по-видимому, что-то проглядели. Ну вот предоставлю слово более внимательному человеку, который вот ее изучает, наверное, уже 2 миллиона лет. Насчет 2 миллионов лет подтвердить не могу. Но то, что эта тема вновь, несмотря на кажущуюся избитость, стала актуальной, это несомненно. Она сегодня привлекает внимание особенно психологов, изучаются механизмы этого явления и то, каким образом оно на самом-то деле начинает очень широко влиять на жизнь общества. Не побоюсь этого слова, в глобальном масштабе, по крайней мере, в тех границах, куда дотягивается глобальная сеть, глобальная паутина. И вообще говоря, надо напомнить, что изначально-то это самое пресловутое клиповое мышление возникло само по себе в доинтернетную эпоху. Да-да-да, вот тут поподробнее. Сколько тысяч лет назад оно возникло? Оно возникло в доисторические времена ФИДО, по крайней мере. Я их еще помню. Да, я тоже. И возникло не благодаря электронной коммуникации, нет, а благодаря прогрессу телевидения. Телевидение тогда было массовым, общедоступным каналом массовой коммуникации. Ну, оно было тогда страшно смешным. Было полтора канала, на них показывают всякую ересь. Ну, иногда там что, где, как, дали, то, что смотрел массовый народ или какие-нибудь хорошие фильмы, но в основном там же Центрес Гектара были. Они тогда еще были, еще не перешло на что-то более интересное. Ну, нет, ну, давай скажем, как есть, что за железным занавесом с телевидением было несколько получше, канала было побольше. Слегка. И там именно придумали такой жанр, такой формат, как музыкальные клипы. А, вот так. Ну, собственно говоря, новостные сюжеты, короткие, были подобные именно тогда, когда вставляли перед фильмами. Это музыкальный клип, когда какую-то песню тоже над теми средствами делалось тогда еще на кинопленке очень-очень давно. Но реальное массовое масштабное телевидение это приобрело где-то в конце 70-х, в начале 80-х годов. Ну, да, да, конечно, не Россия. Да, конечно, не Россия. До нас все доходит гораздо позже. Иногда, оказывается, оно даже и хорошо, что до нас все так поздно доходит. Ибо, вообще-то говоря, клиппинг изначально по происхождению этого слова, по этимологии, обозначает подборку газетных вырезок. Разных газетных вырезок на некоторую объединяющую их тему. То есть много элементов информации, они совершенно разнородные, связаны какой-то красной нитью, но выбиваются из общей колеи. Имеют разнонаправленную динамику. И изучать это самое клиповое мышление психологи, а вместе с ними и философы, психиатры тогда еще в этом не участвовали. Специалисты начали, опять же, в доинтернетную эпоху, по крайней мере, на Руси. Первым об этом явлении заявил известный философ такой, профессор Гиринок. Это было еще до интернета, до массового рунета. Это было еще в начале 90-х годов. Об интернете большая часть нашего населения тогда еще и слыхом не слыхивала. И тогда уже было показано, что это клиповое мышление противопоставляется другому нормальному человеческому мышлению, логическому мышлению, понятийному. — Секундочку. А кто вообще определяет нормальность и ненормальность? Потому что многие люди на заре развития цивилизации считали нормальным передвигаться на лошади, на страшном тарахтящем автомобиле и так далее. Можно просто много что противопоставить. И про поезд, помните, про все другие. А кино вообще адовое изобретение было. Что нормально? — В медицине и психологии принят критерии нормы статистические. Сегодня нормально то, что свойственно для большей части людей, для статистически достоверного большинства. Вот сегодня большая часть людей ходит на двух ногах. — Что странно. — Значит, это норма. А те некоторые, которые, быть может, пытаются стоять на голове или передвигаться на четырех конечностях, это уже, простите, не есть норма. Пример условный и очень приближенный, но все-таки достаточно показательный. Когда мы переходим к таким сложным, тонким системным процессам, как человеческая психика и в особенности мышление, показать это наглядно на пальцах становится гораздо сложнее. Что есть норма? Что есть патология? Конечно же, откровенные отклонения от нормы, когда человек измысливает то, чего нет, ему это представляется реальным, и он никак не реагирует на критику, и мышление является не логическим, а антилогическим. И разубедить его в болезненной неправильности таких мыслей, бредовыми они называются, никак невозможно. Это пример совершенно крайний, это уже психиатрия. Между нормой и яркой психиатрией или клиникой лежит такое большое море или зыбкое болото, пограничное состояние, где одной ногой вроде бы еще почти норма, но другая ножка все-таки начинает в зыбкой болуистой почве проваливаться, все-таки уже как-то вот патологии попахивает. Как это вам находится, примерно, половина жителей? Не думаю. Я все-таки питаю радужные надежды, а может быть иллюзии разноцветные, что большая часть населения пребывает в норме. А, оптимисты? Они думают, да, и они даже думают о том, что они думают и как они это делают. Все реже встречаю, все реже встречаю, честно скажу, тех, кто что-то думает, они используют готовую шаблонную вещь, вот как говорится, причем даже не очень натягивая на себя, даже не стараясь ее как-то, не знаю, там, ну, под себя как-то подстрогать, что ли, как-то использовать своими словами. Ну, простите меня за прямоту, Андрей, люди ведь слушают подкасты. Ужасно, да, действительно слушают, я сам все время поражаюсь, зачем они это делают? Так за тем, чтобы услышать чьи-то мысли и сопоставить со своими. Сопоставить им не нравится, сопоставить, не повторяйте их, сопоставить. В том-то и дело. Иначе я ума не привложу, что еще могло бы наших слушателей заинтересовать. Песенок мы не поем. Что тоже стало. Анекдотов не рассказываем. И ничем иным почтенную публику заинтересовать не можем. Кроме как высказыванием некоторых мыслей, иногда имеющих смысл, и предложением и вместе с нами поразмышлять на заданную тему. В общем-то, сопоставить наши авторские мысли со своими собственными слушательскими. Гуляя в пограничной зоне. Иногда одной ногой наступая на зыбкую и болотистую почву пограничной зоны. Вам нравится будет в дуле. Да, да. Можно на нас двоих опираться, как на костыли. Да, да, просто, конечно, мы крепенькие такие. Подставим плечо. Так вот, для обычного человека свойственно то, что он использует логическое мышление. Он оперирует так называемыми понятиями. Надо опять же подчеркнуть, в нашей стране это слово, оно имеет разные смыслы. Подчеркну, не по понятиям думает, а понятиями думает. В абстрактном и конкретном, но научном смысле, да? По понятиям, по научным понятиям. У каждого свои по понятиям. В рамках нормального, высокоразвитого человеческого мышления. У каждого из нас есть некоторые сложившиеся представления о действительности. Такие устойчивые понятийно-смысловые образования, которыми мы и оперируем. Так сказать, жонглируем внутри себя в потоке мышления. И это логическое мышление устроено по простому принципу непротиворечивости, логической целесообразности. Если одно, то из этого следует другое. Если А, то может быть и Б, но не С и тому подобное. Не останавливаясь сейчас на алгоритмах и законах формальной логики, надо подчеркнуть, что такое мышление, которое все вокруг приводит в порядок, классифицирует, всему находит свое место, все объясняет, как правильно, как должно быть. Оно возможно тогда и только тогда, когда это наведение порядка в мыслях, упорядочивание впечатлений, понятий, представлений опирается на порядок в голове мыслящего индивиду, субъекта. Нет порядка в голове, не будет порядка и в мыслях. Ну это же скучно, порядок это вообще скучно, сплошной уорнук, это как-то вообще не в русских традициях это ненормально. Это может где-то у них там вот в прогнившем этом их западе там нормально, у нас нет. У них свой порядок, у нас некоторые оригинальные. Возможно для иностранцев он порой кажется хаосом, но все-таки это некоторый порядок. Потому что законам логики этот порядок в мыслях соответствует. А бывает, простите меня, иначе. Бывает, когда продукт мышления человека возникает не путем логики, не путем умозаключений, а возникает как некоторый отчасти хаотический комок, неразрывный гордиев узел впечатлений, воспоминаний, эмоций, чувствований и тому подобное. То есть это прошло в любом случае? Во всяком случае, не как объяснение и аналитическое понимание окружающей действительности, а просто такие слепки, комки впечатлений, которые единственное, что могут объяснить, что что-то похожее где-то когда-то уже в собственной жизни встречалось, что-то похожее было. Такие нелогичные образования называются комплексы. Ну, например, вот если нам с вами и нашим слушателям доведется новый компьютер покупать, как вы это будете делать, Андрей? Как вы будете выбирать? Ну, у меня это очень нудно. Я читаю спецификации, если я, не дай бог, их не знаю по какой-то странной для меня причине. Я сравниваю с какими-то, может, другими. Меня просто выбор очень не ограничен, потому что я, наверное, не та аудитория, а не тот, как говорится, объект для изучения. Потому что я обычно их знаю уже заранее много-много. Я чётко, вот обычно, когда мне надо подбирать, я уже много лет знаю, какой будет следующий, честно говоря. Потому что я просто много лет их изучаю. Даже не собираюсь их покупать, я всё равно их изучаю. Изучаю, в принципе, гаджеты и технику, потому что я, как говорится, просто нецелевая аудитория для выбора. То есть, наверное, что-то более экзотичное, не компьютер, что-нибудь такое, то, чего я знаю плохо, скорее всего. Я даже не знаю, что же это такое. Может быть, какие-нибудь продукты питания, которых я не знаю, приехав в новую страну. Я буду их пробовать, будем так говорить. Вот если мы возьмём что-то экзотичное, предположим, продукты питания. Я обычно всегда беру чего-то немножко, там, не знаю, грамм сто. Пробую и понимаю, мне это надо или не надо. Это же желательно, предварительно, прочесть, чтобы, не дай бог, не отравиться и не сожрать что-нибудь такое странное. Предположим, какую-то там мышцу расчленённую и так далее. Да, да. Иными словами, вы будете действовать разумно, оперировать фактами и рассуждать. Цена, качество, технические характеристики эксплуатационного удобства, ремонтопригодности и тому подобное, рутина. Блин, душа, я-то вообще педант, как говорится. Я вообще фиговый, как говорится, для эксперимента. Я отвратительный педант, который всё кладёт всегда на одно и то же самое место. Поэтому я неинтересен для изучения. Вы будете действовать разумно и логически. Искучно. Конечно, скучно. Поэтому для того, чтобы ввести некоторую живость, разнообразие, представим себе вашего антипода. Это будет дама. Чертовки. Пусть это будет некоторая героиня народных анекдотов. Так называемая блондинка. Ага. Почеркну, условная блондинка. Вы взяли такое-то и обидели всех блондинок разом. Условная блондинка анекдотическая. Хорошо, всех условных блондинок. А условная блондинка, она всегда одна. Понимаете? Такая русская народная блондинка. А, с силиконовыми сиськами, с этими надутыми губами, как говорится, и так далее. И самое главное, с некоторым своим специфическим мышлением. Итак, как наша условная блондинка из анекдота будет выбирать себе компьютер? Ноутбук. Маленький, красивенький, красненький. Подсвет туфель и сумочки. И как у подружки свет. Понимаете? Ну, а чего там фигуру? Потому что она выбирает именно для своих целей. Она же не будет на нем делать то же самое, что я. Поэтому у нее и критерии другие. Он ей нужен, не знаю, письмо может прочитать. Может какие-нибудь ролики посмотреть в интернете. Еще какую-нибудь ерунду сделать. Очень важно, что эти критерии, ну это некоторые критерии, да, действительно. Ну, которые есть у всех ноутбук. Да. Они не являются логическими. Мациональными. Они не представляют собой мыслительный ряд. Они все присутствуют вместе и все имеют одинаковую значимость, одинаковый вес. И то, что он красненький, и то, что он маленький, и то, что как у подружки свет. Вот почему все эти как бы критерии, псевдокритерии и образуют один слитный неразрывный комплекс. И когда человек оперирует такими комплексами в своей голове, он думает. Но думает не как мы с вами и не как наши слушатели, а иным образом. И когда человек, взрослый подчеркнем, думает как наша воображаемая условная обладинка из анекдотов, он делает это не случайно. Это называется архаичное мышление. Если верить представлениям психологии, так люди мыслили в докультурную, донаучную эпоху. По крайней мере, когда антропологи, ну уже в 19-20 веке, изучали быт и обычаи тех групп людей, которых тогда называли примитивными народами. Какие-нибудь обитатели Тробрианских островов, или индейцы в джунглях Амазонки, там куда еще не дошла или только-только добралась тяжелая стопа цивилизации. Вот эти люди, не имевшие склонности к абстрактному мышлению, вот так и думали. А можно я немножко защищу нашу силиконовую абстрактную блондинку? Потому что я как раз считаю, что чем хорошо развитие цивилизации не в плане даже техническом, а в плане социально-бытовом. На самом деле, средний гражданин не должен понимать, как ему по техническим или каким-то изломостойким принципам выбирать себе автомобиль, ноутбук и так далее. Он должен прийти в нормальное место, где грамотный менеджер, заточенный не на вынимание у него денег, а на желание помочь ему разобраться. Должен условно блондинке задать вопросы. Что вы будете делать на этом ноутбуке? Ах, вам нужна Аська. Ах, вам нужен там, не знаю, Твиттер. Ах, вам нужен там, не знаю, там электронная почта. Ах, вы не собираетесь смотреть даже видео на нем? О, так вам подойдет в принципе iPad, грубо говоря, или там, не знаю, какой-нибудь там самсунговский планшет. Неважно, вам вообще не нужен ноутбук, он должен есть сказать. К примеру, то же самое с автомобилем. Вы не собираетесь, человек не должен разбираться вообще, как там свечи менять, даже не должен разбираться, как масло там всякое менять, бензин. Он не должен в этом разбираться. Он должен просто уметь на нем хорошо ездить. Но ездить хорошо, правда. Права не покупать, а учиться все-таки ездить. И так далее и тому подобное. Человек не должен разбираться в кулинарии, чтобы заказать блюдо, которое ему нравится. Черт возьми, человек, цивилизованный как раз человек, должен просто четко отражать, что он хочет. Благословение. С одной стороны, конечно, Андрей, вы совершенно правы. Но это происходит и в любой социальной ситуации, когда мы прибегаем к чьей-то умственной помощи. По сути, когда мы берем в аренду чьи-то мозги. Не то, чтобы за неимением своих... Человек не может знать все просто. Да, конечно же. Конечно, гораздо лучше спросить специалист, который действительно знает. Это так. Но если обычный нормальный человек в чем-то все-таки ориентируется сам без посторонней помощи, то наша условная блондинка всегда, везде, во всех ситуациях жизни, думает именно так, как мы и продемонстрировали. Но все-таки думает, но как может, так и думает. Думает, но думает архаичным, первобытным способом. Поэтому иногда результаты ее мышления и становятся контентом для анекдотов, поскольку для обычного, логически рассуждающего человека эти результаты мышления неожиданны и ставят его в тупик. Это тоже немножко спорно. Я вот на самом деле считаю, что когда мы говорим о первобытном архаичном способе, это мышление, не мышление точнее, а действие на уровне инстинктов. То есть та самая блондинка должна думать, прежде всего, не о ноутбуке, а о том, чтобы пожрать, потрахаться, еще что-нибудь сделать, если потрахаться, получить деньги, еще что-нибудь вот такое. То есть вот это, я понимаю, именно примитивное мышление. А желание иметь ноутбук – это уже отступление к цивилизации. Очень хорошо, и когда мы говорим о том, что некоторое примитивное мышление, оно более тесно связано с инстинктами, которые управляют поведением людей, более тесно, чем логическое мышление. И это означает, что если разными способами разжигать мышление архаичное, первобытное, отвлекать человека от мышления разумного, высокоразвитого, то человека гораздо легче сподвигнуть на какие-то поступки, поведением его управлять. Вот чем, в конечном счете, уважаемые слушатели, так называемое клиповое мышление, а это оно и есть. Клиповое мышление – это архаичное мышление, навязанное нам с помощью определенного образа организации информации, которая нам преподносится. То есть какие-то злые гяди? Будь то на экране телевизора, будь то в интернете. Не думаю, чтобы они злые, может быть, они очень даже добрые, они сами так о себе думают, но делают это с конкретными целями. И вообще говоря, когда я упоминал психиатров, когда психиатры подключились к исследованию этого интересного феномена в обществе, когда клиповое явление сталки довольно распространено, когда телезрители, пусть не с пеленок, но с детского и подросткового возраста, массово просматривая клипы, стали привыкать к такой подаче информации, а потом уже поиск интернет, который то же самое копирует, психиатров сильно заинтересовало, как это все работает, когда вернемся еще раз к телевизионному экрану. Звучит одна и та же песенка, и на экране мелькают, сменяющие друг друга видеоряды, почти не связанные тематически, один с другим. Происходит отчасти переключение внимания. Человек пытается, что это означает, а что то, а что другое, что третье. И этот процесс, постоянное переключение мышления напоминает известный в психиатрии феномен скачки идей. Понимаете? Потому что, когда мы говорим о серьезных вещах, кстати говоря, какая сегодня погода на улице, я вижу, что только что пришла смска на мобильник, я пытаюсь имитировать вот такой образ, в смысле скачка идей, постоянное переключение с одной темы на другую, как народ говорит, в огороде Бузинавкиеве дядька. Это не что иное, как симптом серьезных довольно-таки порой душевных расстройств. Люди, которые совсем находятся не в себе, вот именно так говорят и так и думают. А не является причиной тому изобилия информации, которой просто одновременно очень много? Потому что если мы говорим о том, при словутном времени, конца 70-го, начала 80-го, ведь источник информации было мизер, и переварить его было легко. А сейчас интернет, радио, телевидение, почему в интернете куча-куча каналов, все сыпят разные, надо успеть прочитать все. И так далее. Это ведет к скачкам вот этим, потому что надо перескочить. Это тоже, конечно же. Но скачка идей, как известно из истории медицины, а это мы можем отследить, по крайней мере, со временем Гиппократа. Кое-что в египетских папирусах тоже сохранилось. Проявлялось у людей нездоровых, когда обилий информации не было и в помине, ни интернета, ни телевизора, ни радио, ни газеты. Это просто состояние, когда работа мозга, увы, нарушена. И он перепрыгивает с одной мысли на другую в быстром темпе. Передвигается по болоту, прыгая по кочкам. То есть, он постоянно не может сидеть в месте. Может, это просто какой-то такой широко распространенный СДВГ? То есть, может быть, человек просто... У него шило жопе, то, что называется, во всем. То есть, уже в мыслях теперь. Шиломозгие. Да-да-да. Шило-то у него в мозге. А это очень неприятно, как мы с вами понимаем. Может, гиперактивность – это просто такая маниакальная? Маниакальная, да. Именно маниакальное состояние. И следующее соображение, хорошо известное психиатрам. Им это хорошо известно, в частности, потому, что с давних времен у психиатров, обратите внимание, всякие линготы, у них отпуск более долгий, чем у других нормальных врачей. В советское время, по крайней мере, на отбавки им всякие платили за вредность. Молока, правда, не давали, как за вредность, рабочим на заводе. Но хойли или лили. Почему? Какая вредность в работе психиатров? А очень простая. Когда люди долго общаются с психически нездоровыми собеседниками, на них самих нормальных людей это отрицательно влияет. У них тоже мозги потихоньку начинают сдвигаться на бекрень. Это называется индукция. Человек психически больной, если он разговорчивый, словоохотливый, гораздо легче может окружающих людей нормальных здоровых убедить в чем угодно, даже в истинности своих идей совершенно бредовых. И тогда получается, что если нарочно имитировать с помощью разных технологий такой способ переработки информации, который характерен для психически больного человека, то здоровые люди, которые всю эту чушь воспринимают, будут индуцироваться. Они будут подвержены внушению. Они будут начинать верить в любую глупость и ерунду. Понимаете? Что-то я про Кавка вспомнил в данном случае, у меня стало какие-то картинки перед глазами. В том числе Кавка был гениален, когда я писал про метаморфоз. Он ведь на самом деле писал про бред шизофреника, который себя вообразил жуком и стал подражать поведению насекомого. Всего-навсего Кавка был гениальный писатель с интересом психиатрии. Что видел в жизни, то, видимо, и описал. И так просто получается, что раньше телевидения, а теперь, конечно, интернет. Нет, поскольку сегодня клиповое мышление и интернет стали почти синонимами. Поскольку мы говорим интернет, подразумеваем клиповое мышление. Говорим клиповое мышление, подразумеваем интернет. Потому что в интернете именно тот избыток информации, о котором Андрей говорили, и сбивает головы несчастных юзеров и давит им на мозги. Сбивает им мука букв. Совершенно верно. Причем в разных аспектах. Это ведь очень, на самом деле, сложно. С одной стороны, пользователь, заходя в онлайн, как сейчас понимает, что он оказывается в бескрайнем море информации, с одной стороны. С другой стороны, а ты попробуй из этого огромного безбережного океана вытащить именно ту, зачерпнуть именно ту порцию, которая тебе необходима, чтобы она была пригодна для питья, простите, для думания, чтобы она была не искаженной, не соренной, не замусоренной. Оказывается, что человек, находясь в этом изобилии информации, в то же самое время испытывает информационный голод. Это как жажда, которую, как в античной мифологии, невозможно утолить. Возникает противоречие, и это создает двойной стресс для человека. И избыток, и дефицит, и тиски с разных сторон. Конечно, голова у некоторых пользователей начинает трещать по межкостным швам. И такой информационный беспредел становится причиной клипового мышления. И, конечно же, в сегодняшние дни господство интернета, благодаря ему клиповое мышление получило широкое распространение. А не наоборот? Может быть, жизнь, как говорится, диктует то, что выражается в интернете? А вы правы, конечно же, поскольку это взаимонаправленное явление. Интернет подстраивается под особенности поведения пользователей. Именно, потому что, если мы возьмем «Зарю Ронетта», «Конец 90-го начала нулевых», это же были блоги длинные, многобуквенные, ЖЖ, туда-сюда. А потом, как говорится, хлынул общий интернет, и его стало много. Появился твиттер, родоначальник липовости в интернете, который всех нас уместил в СМС-ку. И почему-то и пошло сейчас вот это деление. На тех, кто еще остается в старом интернете, то есть любит блоги длинные, многобуквенные, и тех, кто ринулся в соцсети, Фейсбук, Твиттер и так далее, где мало-мало букв. У кого еще мозги старые и не деформированные, и тех, у кого свеженькие мозги отформатированы под онлайн. И которые, в принципе, такими были сразу. Ну, тут трудно разобраться. Я думаю, что некоторые пришли в интернет, а уже попав именно сюда. Если это так называемые цифровые аборигены, которые тут в интернете выросли, интернет заменил им не только школьного ученика, но и нередко и маму, и папу, и также оффлайн-овых друзей, конечно, уже интернет оказывал влияние на развитие их мозга. Таким они выросли. Потому что мои наблюдения подскажут, что именно та толпа людей, которых хлынуло где-то в 2005 году, так называемых офисных хомячков, они изначально люди, которым по 40, по 50 лет, иногда даже больше, и которые, в принципе, не способны писать много. Они никогда и не были на заре ЖЖ. А если бы они были тогда, им бы было и тогда тяжело. Вот в чем дело. Ну что же, тогда мы имеем дело с феноменом особой пластичности мозга. Но опять же надо сказать, что переход к мышлению примитивному, архаичному у многих людей происходит легко. Просто на раз-два. Ибо это сделает гораздо легче, чем двигаться в обратную сторону. От архаичного мышления к высокоразвитому. И да, конечно же, вы правы, Андрей, в том, что интернет движется навстречу потребностям, в кавычках. Закономерностное поведение массы пользователей. И поскольку пользователь предпочитает глотать информацию, не пережеванную, не переваривая ее, маленькими порциями сейчас один экран или одна картинка, максимум 2-3 минуты видеоролика или такой же короткий звуковой файл, проглотить как один комплекс, маленькая красненькая блестящая, под цвет сумочки, как у подружки, не задумываясь о том, как все устроено, не критично. Клиповое мышление, которое маленькими дозами выхватывает информацию с Безбережного океана, страдает отсутствием критики. Это поверхностное мышление. Человек не задумывается глубоко, не проходит по несколько раз цикл. А что если? А вдруг будет иначе? А если вот здесь поменять? А если бы было так? Не рассматривает разные сценарии. Ухватывает только одно, целиком, сразу и полностью, без критики. И это поверхностное мышление приводит к поверхностным поспешным решениям, которые порой могут быть совершенно неадекватными. Так же, как наша условная блондинка, зайдя в магазин для того, чтобы купить пачку соли, уходит оттуда с ворохом покупок. По дороге домой, думая, а зачем же ей все это нужно? Понимаете? Но тут ведь опять как? Вся наша жизнь, мне кажется, сегодняшний день подстроена под маркетологов, которые так или иначе, учитывая вот это развитие цивилизации и разность мышления, как это используется сейчас? Вот смотрите, мы практически ушли от века ремонтов. Что сейчас ремонтируется? Кто сейчас будет ремонтировать телевизор? Его просто выбрасывают. То же самое касается стерильной машины, холодильника и так далее. Потому что его ремонтировать становится хлопотнее и дороже, чем просто купить новый. И так касается многих вещей. Мы еще, конечно, ремонтируем автомобили, потому что это дорого. Конечно, ремонтируем квартиры, еще что-то. Но мы уже почти ничего не ремонтируем. В большинстве кафе мы уже ушли от нормальной посуды, мы приходим к одноразовым стаканчикам. То есть, это такая презерватизация почти всего. Отсюда, наверное, вот и то, о чем мы говорим. Потому что на самом деле это все взаимосвязано. И просто та же самая условная блондинка, она просто находится в этом мире. И неважно, ноутбук она покупает, вышла в интернет или пошла поесть. Совершенно верно. Я вспоминаю ваше сравнение в одном из подкастов. Вы говорили, Андрей, что клиповое мышление – это липовое мышление. Да. Псевдомышление – быстростворимое и одноразовое. Надо признаться честно, мы все больше живем в таком быстро меняющемся мире, в смысле, мире одноразовых вещей, отношений, что более печально. И люди вокруг нас очень быстро меняются. Я говорю, презерватизация. Так я как презерватизацию использовал и выбросил. Да, совершенно верно. И тогда оказывается, что интернет, как проводник клипового мышления, эту картинку всеобщего постмодернового, бредового развала действительности, когда порядок в головах людей сменяется хаосом, а значит, их легче убедить в чем угодно, в том, что кому-то выгодно, кому-то необходимо вот этим клипмейкерам. Чем дальше, тем больше. Слушай, вот в чем трагедия клипового мышления нашей эпохи псевдомышления, эпохи липового мышления. Эпохи маркетологов. Вот почему. Да, маркетологи, политтехнологи. А это одно и то же, это одно и без маркетологов. Да, конечно. Просто маркетинг, политический маркетинг, и иную маркетингу, все больше становится людей, которые пытаются управлять головами, мыслями других людей. Очень заметно это мы наблюдаем в интернете. Вот о чем мы предлагаем задуматься хорошенько нашим слушателям. О том, чтобы только вы сами управляли собственными мозгами, чтобы вы сами контролировали свое мышление. Будьте разумны, думайте, думайте и думайте без спешки. Используйте потенциал потенциал своего мышления настолько полно, насколько это возможно. И, конечно, делитесь с нами результатами ваших размышлений, вашими вопросами. Да. Сегодня была интересная тема про мир одноразовых стаканчиков. Это, конечно, здорово. Я не совсем согласен сегодня с Марком Евгеньевичем, но ничего с ним, он умнее, мне положено быть несогласным, поэтому додумывать. Пускай, пускай. Вы тоже можете додумать, вы тоже можете нам сказать, согласны ли с кем-то, не согласны. И что вы думаете о клипе о мышлении мире одноразовых стаканчиков и так далее, пишите, заходите к нам, слушайте. Всего доброго. Всего доброго. Подписывайтесь на наш канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова